МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и Ягуль Нуржакен. Сегодня в выпуске. Убийство из ревности. 72-летний пенсионер из пистолета убил свою жену и дачного электрика. После этого сам застрелился. Полиция проводит расследование. В селе Еган-Дубулах Каркаролинского района состоялось масштабное торжественное мероприятие, посвященное 350-летию казахского оратора Казбекби. Люди со всех уголков страны приехали почтить память великого Бия. Мероприятия в честь 350-летия Казбекби прошли и в Караганде. Послушать 15 поэтов-импровизаторов во дворце горняков собрались порядка тысячи зрителей. Обо всем более подробно. Ревность, унесшая жизнь трех человек. 72-летний мужчина застрелил из пистолета Макаров 76-летнюю супругу и 60-летнего электрика. А потом застрелился сам на даче в Карагандинской области. Тишину августовской ночи в этом тихом дачном поселке прервали пистолетные выстрелы. В ночь на 19 августа в дачном массиве «Цветущий сад», что в 15 километрах от Шахтинска, произошло двойное убийство и самоубийство. Как установило следствие, летом на даче жила пожилая супружеская пара, но супруг большую часть времени проводил в Караганде, а на дачу, по словам соседей, приезжал почти каждый день. По предварительной версии, в пятницу 18 августа супруг увидел в своем доме дачного электрика. Мужчина застрелил из пистолета сначала электрика, а затем супругу. Потом вышел на улицу и застрелился. Вот что рассказывает председатель дачного общества. Видать, он приезжает, а электрик там. Ну и он пистолет вытаскивает и стреляет ему прям в лицо. В лицо, да, по-моему? Весок. Весок. Женщина убегает, убегает, это самое, из дома. Он ее догоняет около туалета, там тоже в висок стреляет или в затылок. Точнее я не знаю, в затылок, по-моему. Да. А потом это самое. Себе себя стели там телогрейку около ворот. И сам себя застрелил. Ну, мотив-то понятен, чьей это ревность. Это... Это... Лагу и этот самый слесарь нет. Ну и те вроде бы степенные. Ну, он ее ревновал, вот из-за этого вот вся. Сыр-бор вот это получилось, понимаешь. А сын приехал, приехал, начал говорить, что да, он последнее это самое время, он ревновал свою жену. Они вроде бы в разводе были там. Не знаю, вот такая вот жену, да. Первым тело обнаружил сосед Николай Аксенов. Я подошел, ору, ну, кричал, кричал. Ну, никого. А когда я вот через забор пролезал, говорю, ноги. А когда... А клитка была открыта. Я к клитку в голову смотрю, лежит. Пистолет лежит вот так, и он лежит. Ну, я не стал туда заходить, ничего. Позвонил у героя. Он позвонил Милишину, ну, Милиса приехал. Все там. А потом зашли, там, прийти внимание, что... А приехали сын с Караганды, и дочка приехала. Зашли, они сразу увидали, что отец там. А что там-то я не знал. А потом, говорит, не, мама, побежали. А там и мать лежит. Данный факт зарегистрирован по части 2 ст. 99 Уголовного кодекса убийства двух и более лиц. По данному факту проводится досудебное расследование. По ст. 99 ч. 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. По предварительным данным, преступление произошло на почве ревности. Глава семейства нанес агнистерное ранение своей жене и наемного работника, после чего покончил жизнь самоубийством. В настоящий момент, назначенную статующую экспертизу, проводится расследование. У супружеской пары остались двое взрослых детей, и у убитого электрика также остались взрослые дети. В настоящее время следствие выясняет, откуда у пенсионера боевой пистолет с патронами. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В селе Ягандабулах Каркаралинского района состоялось масштабное торжественное мероприятие, посвященное 350-летию казахского оратора Казбекби. Люди со всех уголков страны приехали почтить память великого земляка. Вместе с Тулеби и Айтике они стали одним из авторов первого систематизированного свода казахских обычаев Адад – законов Житежарга. Село Ягандабулах в Каркаралинском районе – родина Великого Казбекби. В честь его юбилея на территории поселка организаторы создали городок, где разместили сотни белоснежных юрт. В празднование приняли участие известные ученые, общественные деятели, страны и артисты. Госсекретарь Республики Казахстан Большараб Дхалыкова от имени главы государства Нурсултана Назарбаева поздравила казахстанцев с 350-летием Великого Казбекби. К встрече высоких гостей в селе Ягандабулак готовились заранее. Каздауста Казбекби – общественный деятель, имя которого вписано золотыми буквами в историю нации. Современный, независимый, мирный и развитый Казахстан – это воплощенная в жизнь мечта наших прадедов. Все это стало возможным благодаря единству и согласию нашего народа и прекрасному примеру для подражания. Мы – страна, которая дорожит прошлым, уважает настоящее и устремлена в будущее. Казахстанцы – миролюбивый народ, и самое главное – качество – это сплочение, созыв на единство нашего народа. С раннего утра у юрточного городка собрался народ, накрыли богатый дастархан. Сам праздник начался с торжественного зажения цветов к памятнику Казбекби. В них также приняли участие депутаты парламента, руководители государственных органов, общественные деятели, известные ученые, представители творческой интеллигенции, которых встретил Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов. В эти дни в Карагандинской области проходят широкомасштабные мероприятия в честь 350-летия общественного деятеля Казбекби. Все организовано не просто так. Мы ставим в пример наших предшественников. Судя по приявленному интересу жителей, юбилей Великого Бия стал хорошим примером пропаганды культурного и духовного наследия нашего народа. У нас есть возможность убедиться в том, что программа Туганжер работает, поскольку многие карагандинцы оказали реальную поддержку в организации празднования. В этот день на мероприятии можно было встретить именитых казахстанцев, которые делились своими мнениями об этом великом ораторе. Казбек Кельдебекулы также являются общественным деятелем и послом, принадлежавшим к среднему жузу, к разделу Каракисек племени Аргын. Вместе с Тулейби Айтикеби – один из трех великих биев казахского народа и один из авторов первого систематизированного свода казахских обычаев Адат Житыжарга. Бүкіл неожіздіне біз казыр белгілі болдық. Енді Аргарай мұқты болу үшін бәріміз басымызды қосайық. Нау қазекендің осы арманы шығар қазақтың басы қосудеген. Бұл той құтты болсын. Айтық-бэттеннақылдары бізге мэңгілік мектеп. Бұл ұлы алыдықтан ішкан, ұлылар, әруакта бізге үлғы. Участники мероприятия возлажили цветы к памятнику казбек-би, затем состоялось театрализированное представление «Каздаусты казбек-би» и концертная программа, подготовленная творческими коллективами Карагандинской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова ответить противнику. Все это действие сопровождается чарующими звуками домбыры и выразительными жестами. Песня «Казахстан» Асан Алиашимов отметил особую значимость празднования 350-летия великого казахского оратора. Этого великого человека на самом деле можно назвать Степным Сократом. Казда Осты Казыбек Кельдебекулы был великим оратором, общественным деятелем, а самое главное – великим философом. И сегодня Айтыс проходит в честь него и для народа. Здесь собрались лучшие Акыны. Проходит все хорошо, раскрываются проблемы, говорится о важном. Ведущим республиканского Айтыса выступил известный Акын Журсен Йерман, который отметил хорошую подготовку сегодняшних участников. В республике очень редко проходят такие Айтысы. О великом человеке Акыны из разных стран говорили в своем преподношении и поднимали его честь выше с каждым предложением. Главная цель Айтыса – рассказать о настоящих проблемах современности. И сегодня мы это увидели. Наши Айтыскеры говорили о проблемах языка, религии, воспитании молодежи, экспо и многих других важных вещах. Айтыс – это вещь, которая поднимает дух народа и страны. И сегодня, я думаю, мы с этой миссией справились. Айтысом карагандинцы наслаждались до самого вечера. Кроме того, на площади перед Дворцом культуры горняков шла прямая трансляция состязания на светодиодном экране. К вечеру результаты были всем известны. К тому времени зрители уже предугадывали победителя. Им стал наш земля Каманжол Альтай. Ранее, пять лет назад, он уже участвовал в Айтысе данной тематике. И сегодня он стал лучшим. Такой той проходит не каждый день. Это большая честь для нашей земли, независимого Казахстана. Я же, в свою очередь, хотел стать частичкой данного мероприятия и сделал все, что я умею, именно как поэт. Я думаю, у меня были отличные соперники, и не только из Казахстана. И меня очень радует, что с нашей историей и культурой знакомы за пределами страны. Пусть имя нашего потомка будет бессмертным, а независимость – вечным. Амажол Альтай стал обладателем сертификата на 3 миллиона тенге. Первое место занял Акын из Китая, Ларбек Минаткан. И получил денежный приз в полтора миллиона тенге. Второе место и один миллион тенге у карагандинца Дидара Хамиева. На третьем месте Жан Сая Мусина и Мейрбек Султанхан. С призами на 750 тысяч тенге. Стоит повториться, что Акимобла Сиерлан Кушанов в своей речи отметил, что Айты станет частым гостем в нашей регионе. На что мы очень сильно надеемся. Паризол Баева, Руслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Руслан Макулбеков. Руслан Макулбеков. К другим новостям. Для жителей шахтерской столицы организовали антинаркотическую акцию. Мероприятие провели сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом совместно с областной библиотекой имени Гоголя. Карагандинцам раздавали памятки и брошюры, в которых подробно рассказывается о том, как избежать наркотической зависимости. Асель Сазанбаева с подробностями. Что же такое наркотики? В широком смысле это большая группа веществ, которая меняет сознание и пагубно влияет на мозг, а также вызывает привыкание. Как говорит статистика, большинство людей совершают ошибки из-за своения осведомленности. Для этого и была организована подобная акция. Имеется раздаточный материал в виде буклетов на антинаркотическую тематику, которую также все желающие могут забрать с собой. Основная цель данного мероприятия – это привлечь внимание жителей нашего города к проблеме наркомании, где, как я уже говорил выше, специалисты разъясняют всем желающим о вреде от потребления наркотиков тем лицам, которые их употребляют, а также правовых последствиях, которые могут наступить для лиц, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Мария Королева учится в школе. Несмотря на юный возраст, она знает много о вреде наркотиков. Девушка считает, что такие мероприятия нужно проводить чаще, ведь они воспитывают в молодом поколении любовь к здоровому образу жизни. Проводятся мероприятия по борьбе с наркотиками. Я считаю, что это правильно. Надо бороться с этим. То, что было бы меньше их, вообще лучше было бы, если их не было. Организаторы говорят, что такие акции проводятся часто, примерно раз в два месяца. Во время акции любой желающий мог получить консультацию специалиста или же самостоятельно изучить специально подготовленный материал. Астер Сынбаева, Жеслав Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Караганда с размахом отметила День спорта. Традиционно в этот праздник подвели итоги всех летних соревнований. Победители и призеры Лиги дворового футбола награждены кубками, грамотами и денежными сертификатами. Своих обладателей также нашли и медали областной спартакиады «Арай-2017». Практически в каждом дворе есть своя футбольная команда. И несколько лет назад городские власти решили объединить юных футболистов. Так зародилась Лига дворового футбола. Азатон Горбаев – капитан карагандинской дворовой команды «Борыс». Среди 13-летних спортсменов его команда заняла первое место. Юный спортсмен отмечает, что он очень гордится своей командой. Мы участвуем на данном соревновании третий раз. В предыдущих годах мы тоже показывали хорошие результаты, но не лидировали. Довольствовались третьими местами. А теперь мы первые и этому очень рады, так как на нашем дворе Октябрьского района очень много игроков футбола. В средней возрастной группе лидерами чемпионата стала команда с одиозным названием «Газмяс». А среди старших спортсменов лидерами оказалась команда «Барракад». Все победители и призеры награждены кубками, медалями, а также денежными сертификатами на сумму 170 и 50 тысяч тенге. Здесь же подвели итоги областной спартакиады «Арай-2017». Организаторы также не обошли вниманием и профессиональных спортсменов, которые внесли значительный вклад в развитие физкультуры и спорта. Такие мероприятия стали возможными благодаря неделе спорта совместно со всеми неравнодушными людьми, болеющих за здоровый образ жизни. Завершилось торжественное мероприятие показательными выступлениями Карагандинской школы гимнастики. Однако празднование Дня спорта на этом не закончилось. Ряд мероприятий будут поддерживать лозунг здорового образа жизни на протяжении всего года. Фреза Албаева, Марат Кульсенов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И последнее. Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» в непростом для Кайрата матче уступил со счетом 3-1. Единственным голом в ворота алматинцев отметился Марк Останаевич. С самого начала матча алматинцы выглядели лучше своих карагандинских соперников. Однако счет все-таки открыли горняки. На 42-й минуте сольный проход Марка Останаевича завершился свободным выходом во вратарские владения хозяев и красивым ударом в ближний угол ворот. После первого тайма 0-1 в пользу «Шахтера». К сожалению, этот гол оказался единственным на счету карагандинцев. После перерыва алматинцы стали действовать гораздо увереннее. Уже в начале второго тайма цифры на табло сравнял Кайратовец и Сейль Барбоза 1-1. На 66-й минуте алматинцам вновь удалось отправить мяч в сетку ворот «Шахтера». Второй гол на счету форварда Жерара Гоу 2-1. Через 20 минут в воротах карагандинцев побывал и третий мяч. Отличился алматинский защитник Йолдос Ахметов. Окончательный счет матча 3-1 в пользу Кайрата. Комментируя игру, наставник «Шахтера» Саулюс Шермялис заявил, что это была игра, где все решило индивидуальное мастерство футболистов Кайрата. В первую очередь это Гоу, Исраэль и Жуков. Они показали свой класс и определили ход матча. Очередную игру карагандинские футболисты проведут 10 сентября. В октябре они встретятся с местным клубом. Андрей Тайна, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Саулингстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова